Если бы я не любил это место, я бы здесь не остался. Сейчас молодежь вообще не остается. Кто-то ведь должен жить в деревне. Это все уедут, допустим, все будут жить в этих мегаполисах. Друг друга не знают там. В одном подъезде живут, друг друга не знают. Сначала это я, наш автомобиль, мы сделали не для того, чтобы туристов привлекать, а чтобы, допустим, ездить на работу. Действительно, вот, когда пешком уж неохота вещи таскать с собой. Вот у нас, если, допустим, этого не было, надо на школу закрыли. А у нас сейчас, значит, есть на что посмотреть, и нас постоянно приглашают или в Виолавку, допустим, или в Казаево-то ездили там. Зовут меня именинник Иван Николаевич, я 59-го года рождения, значит, исполнил 60 лет. Вот, работаю в школе, придумываю автомобили всякие передвижные. Вот сейчас у меня на очереди эта мельница, потому что фамилию обязывает мельницу сделать. Обычно в каждой деревне у нас у самой мельницы была водяная мельница. Вот хочу вот эту семейную традицию восстановить. Кузов машины вот нашел у соседа, попросил москвич. Мы там все разобрали, руль убрали, вожжи сделали, и вот так получилось. А почему у вас праворукая машина? Иномарка? Потом в Утмуртии я нашел дом, его хотели снести. Распилить на дрова. Вот я хозяева нашел, хозяев нашел, значит, там с ними договорился. Барану дал я им, был у меня инструктор по вождению. И был охранник, две Васи. Вот они на двух, на моих лошадях перевезли зимой эти сроки. Потом весомело сложили, столом мы закрыли, вот у нас этот дом появился. Потом, значит, мы начали уже туристы приезжать. У нас в школе семнадцать детей, дети учатся на четырех языках. Это национальный морейский орнамент, остальные так нет, цветы, вот, птичка, вот. Пойдем, 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 пойдем. Раз, два, три. Короче, у меня привязали лошадь. Я, значит, один раз только завязал. Думаю, долго не будем. Надо было повторно завязать узлом. А я там только завязал. Ну, я же смотрю, у меня видеокамера там, смотрю, думаю, все нормально. Вот мы ее и нашли. Да. Она сама домой пришла. Надо для деревни, чтобы деревня молодежь оставалась в школе. А в деревне есть ученик? Школа не закрывается, понимаете? Нет. Все начиналось с деревень. Сначала колхозы объединяли, добровольно-принудительные. Потом в совхозы. Потом в неперспективные деревни пошли, значит, школы закрываются. Все уже, последняя молодежь уедет. Субтитры создавал DimaTorzok